После нескольких месяцев тишины инвесторы ферраспланового завода наконец решили прокомментировать последние события, связанные с судебными разбирательствами. По их словам, они полностью довольны решением краевого арбитража и будут в дальнейшем также добиваться выдачи разрешения на строительство. В первую очередь журналистов, конечно, волновали ближайшие планы компании Чексу ВК. Накануне арбитражный суд приостановил исполнительное производство и чиновники Емельяновского района больше не обязаны выдавать разрешение на строительство. Впереди рассмотрение апелляции. Заседание назначено на 15 мая. Если это решение будет в нашу пользу, значит мы должны будем получить разрешение на строительство, ну и заниматься теми процедурами, какие положены. Это довольно длинный процесс, так как у нас уже отставание в порядке 9 месяцев, нам придется многое навёрстывать. А если решение будет не в нашу пользу, ну есть следующая инстанция, то что называется кассационная. Между тем, по словам Виктора Хроленко, компании уже поступило несколько предложений перевести свое производство в Иркутскую или Саратовскую область. Однако такой вариант инвесторы даже не рассматривают. Вы должны отдавать себе отчет, что это не какой-то маленький ларек, который можно передвинуть и перевести. У нас договор с проектным институтом только на документацию 620 миллионов рублей. Одни бумаги стоят. Другого проекта в другом месте у нас нет. Пока компания планирует наладить хоть какой-то диалог с краевыми властями, вновь принять участие в заседаниях рабочей группы при законодательном собрании края. Вы знаете, что около нашего завода, по вопросу нашего завода, было проведено уже в этот период, в период нашего конфликта, несколько проверок. В том числе проверка Роспотребнадзора. Достаточно мощная и достаточно сильная. И, честно сказать, заставила нас очень сильно понервничать. Значит, вот, пожалуйста, вот у меня сейчас на данный момент все абсолютно элементы, которые у нас будут, которые считаются вредными. Ни одного элемента первого класса опасности здесь не найдете. Вдобавок, компания ЧиксУВК все еще надеется на восстановление диалога с общественными движениями. На вопрос, есть ли кто-нибудь в Красноярске, кто все-таки поддерживает проект, бизнесмены ответили в шутливой форме и привели весьма интересный факт. На экономическом форуме, который проходил в феврале, краевые власти раздавали участникам книгу топ-500 региональных предприятий. В этом списке значилась и компания ЧиксУВК. Остается только добавить, что если завод даже начнут строить, то до выпуска окончательной продукции пройдет не меньше трех лет. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой номер 292-91-35. Артем Курчавый, Дмитрий Яковлев, Афонтова. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова